Расскажи про экономику Италии при Муссолини. Какие были проблемы, как обстоят вопросы на образование и что скажешь про протекционизм. Я, кстати, прямо сейчас пишу статью про экономику Третьего рейха. Большая должна получиться, ну, по крайней мере, я надеюсь. Что касается Италии, то у Италии была простая проблема. В ней ощущался страшный дефицит всего на свете. То есть, вне о чем дело, Великобритания, она ведь была сырьевой супердержавой и в 19 веке, и даже в начале 20-го. Почему? Потому что флоты всего мира ходили на английском угле. Англичане добывали безумное количество угля у себя в Уильсе. И долгое время, пока уголь был ключевым источником энергии не только в промышленности, но и на транспорте, англичане контролировали фактически мировой рынок энергетический. А у немцев, да, немцы, когда вышли, тоже уже начали индустриализацию, они тоже нашли у себя огромные залежи железной руды. Кстати, вот железной руды у англичан не было. Они ее из Испании импортировали. Вот, и тоже угля много нашли. Ну, в Российской империи, понятное дело, всего было много, но больше всего было, конечно, в Америке, которая стала там абсолютным мировым лидером в добыче природных ископаемых. В Российской империи было много нефти, вот угля было не очень много такого легкодобываемого, извлекаемого, а нефти было очень много в Баку, да и не только. Вот, значит, да, у Италии не было, собственно говоря, ничего. При этом, если, скажем, у соседней Франции, по крайней мере, значит, были богатые сельхозугодия, за счет чего французы, по крайней мере, могли не импортировать продукты питания. Это была хотя бы, ну, какая-то их сильная сторона. У итальянцев не было и этого. У них был страшный переизбыток населения. И доходило до того, что в начале 20 века итальянские крестьяне, они осенью садились на корабли, плыли в Аргентину, вы представьте, начало 20 века. Они на кораблях плыли в Аргентину, убирали там урожай и потом ехали к себе обратно в Италию, значит, на зиму, на весну и на лето. Значит, в 20-е годы Муссолини обсуждал с советским правительством идею создания итальянских колоний на территории Украины. То есть итальянцам нужно было куда-то девать свой избыток населения, и они были готовы, ну, огромное количество просто уезжало в Соединенные Штаты. В это время как раз в Соединенных Штатах формируется гигантская прослойка итальянской иммиграции. Но многие просто оставались в Италии, особенно в Южной Италии, где было совсем сильное демографическое давление, потому что там промышленность была слабо развита, люди редко уходили в города. И, в общем, это была почти нищета. Что касается Муссолини. Муссолини проводил, ну, в общем, стандартную для той эпохи политику, государственную программу развития экономики. То есть, ну, например, там проводились огромные программы по осушению болот. Потому что, опять же, для итальянцев ключевым была нехватка сельскохозяйственных земель. Вот проводили огромные программы по осушению болот. На, значит, создавались, опять же, стимулировалась тяжелая промышленность. В целом, политика Муссолини, она ничем принципиально не отличалась от политики итальянского государства до Первой мировой войны. То есть, до Первой мировой войны итальянцы тоже пытались осуществлять модернизацию, ну, что называется, сверху. Да, за счет масштабных госзаказов. Вот до сих пор итальянские кораблестроители, они славятся, не только кораблестроители, но и там, например, двигательстроители. Да, они славятся, значит, за свое умение. Ну, там есть отдельные отрасли промышленности, в которых итальянцы фактически мировые лидеры. Но если посмотреть, откуда, например, взялось итальянское кораблестроение, итальянское двигателестроение, это почти все было создано государством. На государственные заказы двигателестроение появилось в Первой мировой, когда появилась необходимость делать двигатели для самолетов. И потом при Муссолине в авиастроение вкладывались огромные ресурсы. То есть фашизм, он же был такой, в отличие от нацизма, который был очень странный, такой мрачной идеологией, фашизм был изначальной идеологией такой очень модерновой. Некоторые фашисты предлагали, например, полностью снести Венецию, потому что зачем нам нужно это не южнее старье, давайте на его месте построим красивый и замечательный, интересный город. И вот символом фашизма был самолет. И фашистская Италия в 20-е годы была чуть ли не мировым лидером в авиастроении. Они экспериментировали с новыми самолетами, они пытались организовать межатлантические перелеты регулярные, ну и так дальше. И в этом смысле политика Муссолини не особо отличалась от предыдущей политики итальянского правительства. Это попытка модернизации сверху. Ну, в общем, точно так же, как в Германии, точно так же, как в Российской империи и тому подобное. Вот политика Третьего рейха – это совсем другая история. Политика Третьего рейха принципиально отличалась от всего того, что было до этого. Как и политика, например, сталинизма или политика нового курса. Это принципиально новые явления, которые сформировались уже в 30-е годы в ответ на совершенно новые вызовы, которых не было ничего подобного до этого. Политика Муссолини – ничего принципиально интересного и необычного в ней в общем не было. Это была обычная попытка модернизации сверху в условиях избытка сельского населения и тому подобное. Давайте дальше посмотрим.